того, что уже есть. Я могу сказать, что к чемпионату мира, мы все помним, да, в какую идеальную форму подошли девочки. И многие оставили свою программу, многие поменяли, поменяли для того, чтобы, допустим, какие-то шероховатости как раз-таки убрать. И все-таки два месяца отдыха для девочек, я имею в виду без турниров, это все-таки серьезно. И начинается мандраж, и пройдет буквально вот этот этап, и следующий, и все. Они будут уже в идеальной форме, и уже пойдет борьба за мастерство, как говорится. То есть сейчас речь идет о том, чтобы вот именно здесь, выступив, показав свое идеально, имеешь большие шансы, чем потом. Конечно. Ну, пожелаем этого, соответственно, Алии Гараевой, представляющей Россию, первая представительница нашей страны в этом. Я тебя немножко поправлю, она уже представляет Азербайджан. Ого, спасибо, прости. Да. Вот, причем очень достойно, она выиграла чемпионат Европы в упражнении со скакалкой. Стала бронзовым призером в командном зачете на чемпионате мира. Они командой выиграли бронзу. И вообще составляет большую конкуренцию. Вот, как говорится, нелепо это звучит, но российской команде на самом деле. Тренирует и Марина Анатольевна Говорова, которая раньше возглавляла молодежную сборную команды России. Они прямо очень хорошо работают в дуэте, и Алия очень прогрессирует. Но ничего не изменилось, так же живет в Новогорске под руководством Ирины Александровны. Новая программа составила ее болгарка Люси Димитрова. Не безызвестна совершенно. Сейчас она полностью переехала в Москву и работает с нашими девочками. Ну, так же все здесь. Ведь было, были в жизни Люси годы неких метаний. Да. То ли она в России, то ли она в Болгарии, то ли она в Канаде, если не ошибаюсь. То есть она определилась. Да, она работала так же в Испании. Но, как говорится, ей лучше. Она себя чувствует как дома в России, в Москве, в Новогорске. Иногда, конечно, бывают моменты, что... Например, Алия Юсупова на том, что она умела на своей идеальной гибкости, напрягучести. То есть она какие-то новые элементы добавляет.